Дорогие гимовчане, сегодня, во-первых, у нас приехали гости Сергея Вадимовича Степашина, представитель наблюдательного совета фонда реформирования ЖКХ, который был создан по инициативе президента Путина. И благодаря вот этой инициативе мы у себя в Тульской области сейчас реализуем очень большую программу, 321 тысяча квадратных метров мы должны построить до 1 сентября 2017 года. В основном у нас в программу попали наши шахтерские районы, Кимовский, Узловский, Киреевский районы. И переселяем мы как раз в основном тех людей, кто жили в бараках, которые создавались и строились в свое время по работе Тула Угля, компания, которая, к сожалению, уже больше 10 лет не существует. И вся нагрузка вылегла по вот этому ветхому аварийному жилью на наше муниципальное образование. И благодаря инициативе президента Путина мы смогли в эту программу войти и реализовывать. Вот сегодня мы вручаем ключи 67 семьям Кимовского района. Это те люди, кто переедут из своих бараков. И я хотел бы вас попросить поприветствовать наших гостей Сергея Вадимовича Степашина и Константин Калчич Цицына, председателя фонда. Сергей Вадимович, пару слов скажете. Спасибо. Как-то гостем я себя не считаю. Мы в одной стране живем, поэтому какие мы гости. Просто в разных городах страна одна. Я, во-первых, хочу вас, тех, кто будет получать сегодня ключи, поздравить с этим событием. Мое поколение тоже выросло. Я жил в бараке в свое время в Владивостоке, потом в коммуналке в Ленинграде. Отец у меня флотский офицер, поэтому знаю, что это такое не понаслышке. Тоже знаю, что такое из барака переехать в хороший нормальный дом. Действительно, одна из немногих программ, как бывший представитель счетной палаты, я могу сказать, программа переселения из аварийного жилья сегодня работает. Даже несмотря на сложные события прошлого года, этого года, есть решение главы государства о том, что мы не будем сокращать финансовое обеспечение реализации этой программы. В прошлом году мы переселили 180 тысяч человек из бараков, из непригодных не только для жилья, но и опасных для жизни помещений. Поэтому это будет продолжаться. Ну а что касается вашего удивительного городка, я так его назову, потому что он будет расстраиваться. Это действительно очень хороший подход. Потому что если строить, то добротно. Не высокоэтажно, чтобы можно было ближе быть к земле. Потому что человек, живущий на земле, он себя совершенно по-другому чувствует. И мы абсолютно убеждены с Владимиром Сергеевичем Грозьевым, моим старинным товарищем, и по другим видам деятельности, в том числе пообщественной, о том, что то, что было обещано для Тульской области, безусловно, будет выполнено. Цены мы пересматривать не будем. Будем все-таки заставлять строителей играть под нашим правилом. К 2017 году та программа, которая есть в Туле, будет выполнена, я уверен. Пока здесь Владимир Сергеевич, а мы с Сыцыным на фонде ЖКХ. Вот есть поддержка правительства и президента, и даже вот эти кризисные явления не должны нам помешать. Единственная была особенность в Тульской области, мы пошли на встречу, кстати, к губернатору. Они несколько отстали от графика, месяца полтора-два. Но, что важно, Владимир Сергеевич с этой инициативой выступил, это так называемая комплексная застройка, неточная. Построили один дом, а вот примерно таким образом. По сути дела появляется новый маленький городок. Здесь будет еще порядка 40 домов, да? Всего 40, да. Всего 40 домов. Это значит и больница, и детский сад, и ясли, и школа. Чтобы люди жили по-человечески. Они переезжают из бараков, может быть, на всю жизнь сюда. Надо делать, чтобы условия были намного лучше и комфортнее. По этому пути пошла область. Второе, конечно, вот мы сегодня провели совещание о том, что нужно, конечно, строить... Это хорошие дома, безусловно, вопросов нет. Но мы уже думаем о строительстве энергосберегающих домов, умных домов, которые могли бы экономить, чтобы граждане платили в два, в три, а то и в четыре раза меньше за квартплату. Это следующий этап. Коллеги, у нас программа большая, 320 тысяч метров квадратных до 2017 года. Программа 2013 года, вот эти дома как раз по этой программе, переселяем у людей, мы должны завершить до 1 апреля. Мы с этой задачей справимся. Ну и, соответственно, дальше встаем в графике. И, несмотря на то, что финансирование для области – это непростой вопрос, как раз дефицит областного бюджета, он идет в основном на программу переселения. Поэтому мы справимся с этой задачей. Нам деваться некуда, позади Москва, поэтому только вперед. Ну, тем более, что у вас губернатор, вы знаете, он со словом в карман не лезет, воровать ему не надо, он человек честный, да и не бедный. Вот, а работает для души и от души, и для людей. Правильно говорю, нет? Сергей Ильич, ну, о себе-то сложно, вам венее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!